Где найти хорошего помощника по Ютуб каналу? Очень многие из вас спрашивают меня в интернете, все хотят себе найти помощника. Давайте мы разберемся, вот. Давайте сейчас с вами нарисуем матрицу, то есть вот пошагово. То есть вы, вот это вы, видеоблогер, вы начали делать, это ваша камера такая, там все, все дела, то есть вы начали что-то делать и вы понимаете, что вам необходим помощник. Помощник, который будет вместо вас делать, допустим, там теги, да, обложки, размещать видео, делать посевы этого видео, писать комментарии, отвечать на комментарии, да, оптимизировать видео, ну там, короче, заниматься такой рутинной работой, потому что очень часто вы, как авторы, начинаете быть таким многоруким шивой, то есть вы и там, и там, и там, и у вас не хватает времени вообще на авторство, на креаторство, на съемки вашего чудесного видеоконтента, потому что вы потонете в рутине. Так было с нами. И вот, я сейчас с вами поделюсь простым своим опытом, как это было у меня. Когда мы начали делать ютуб канал свой, он называется видео для бизнеса, он так и был, то есть я решил, что на просторах интернета огромное количество различных ютуб гуру, которые могут мне помочь, могут мне подсказать, рассказать, но с хорошим бюджетом, с очень хорошими предложениями мы не смогли найти толкового. Мы не смогли найти практика. Почему? Потому что очень много людей, они просто рассказывают, что надо делать, но не знают как. Банально, потому что сейчас творческая студия ютуб поменялась настолько, что если вы сейчас раньше в ней были там год назад, то сейчас вы в ней заплутаете. Она новая, и где же искать этого самого? Куда вы идете? Давайте, куда вы идете? Некоторые идут на какой-нибудь там headhunter.ru, то есть на поиски, на сайты, где различные вакансии есть, но там вас ждет разочарование, потому что более-менее в адеквате сотрудники, они хотят пятьдесят тысяч рублей от. У вас пока такого бюджета нет. Ну, я думаю, давайте брать реальные цифры, да, то есть они хотят в месяц, причем у вас также есть одна проблема. Вы не знаете, как их проверять, потому что, ну, это тяжело, должна быть структура и схема. Второе, вы можете пойти на любые фриланс-ресурсы, и там вас засыпят предложениями, огромное количество там, на любой вот лад там, да, и миллион подписчиков, и тысячи просмотров, и лайки, и дизлайки, и там подписчики любых мастей, и там вот все, что угодно, только плати, да, там тоже, напишем фриланс, да, фрилансовские ресурсы, там это все начинается от пятиста рублей, но там вас могут поджидать сюрпризы, то есть люди, которые все, что умеют делать, это нагнать вам, накрутить подписчиков, накрутить лайков, либо сделать какой-то шаблонный аудит вашего канала. Больше они сделать ничего не могут, но и первых, и вторых, чтобы они вам помогали, вам необходимо сделать что? Пустить в админку, в админку вашего ютуб-канала, а если вы пускаете этих вот, не учи, я, нет, бывают, там бывают гении, но по опыту, говорю своему пятнадцатилетнему, там очень много процентов девяносто и здесь, и здесь, не учи. Почему? Потому что они хотят за ваши деньги тренироваться на вашем канале, это же мечта, мечта взять работу, взять какого-нибудь нубаса, вас, и паривать вам, втюхивать, что все хорошо, потому что мы это все проходили. И поэтому, как найти себе хорошего помощника на ютуб? Что делали мы? Мы идем тяжелым путем, то есть мы приходим на фриланс и даем ста человекам одну и ту же работу. Из этих ста человек мы выбираем пять, потом этих пять, смотрите, внимание, обучаем, при этом мы еще обучая эти пять человек, мы еще им платим зарплату, минимально наплатим. И вот из пяти остается один. Вот такая математика, она очень и очень простая. Но я не предлагаю вам делать такой большой конкурсный отбор. Где проще всего найти себе помощника? А я вам отвечу. Где бы я, я все время своего клиента ставлю, то есть я меняюсь местами. Где бы я сейчас искал себе помощника по ютуб-каналу с минимальным бюджетом? Я бы искал его на каналах, схожей с нашей тематикой. То есть вы заходите в школу видеоблогеров, заходите на другие каналы и видите там, там всегда в комментариях будут очень хорошие полные посты от каких-то пользователей. То есть вы можете, читая посты, понимая, что где-нибудь сидит девочка Варя, которая делает свой кулинарный канал и она знает уже про админку ютуба, про оптимизацию, про теги, про обложки больше, чем вот эти вот люди вместе взятые. Ваша задача предложить ей небольшую работу там на аутсорсе, помогать вам за небольшие денежки. Вы попробовали и опять же объяснили ей, что вы будете платить за результат. То есть она оптимизировала сто роликов, получила. Она сделала вам сто обложек, получила. Это самый, с одной стороны, тяжелый, но с другой стороны, самый дешевый вариант, самый простой вариант. Потому что вы тогда берете людей к себе, начинаете команду, которые, они уже вовлечены. Они без вашей указки учат ютуб, учат там админку, они пытаются сделать свой канал, но в этом случае у них пока не хватает бюджета. Потому что, ну, они пока занимаются им там три-четыре часа в день. Но поймите, что уровень зарплаты не гарантирует уровень качества. Почему? Потому что вы не сумеете проверить. И вот здесь очень важно для себя понимать, что я акцентирую внимание ваше, что где найти хорошего помощника вам по ютубу. То есть, конечно, я могу сейчас сказать, что мы создаем клуб «Сто по сто», ссылочка будет внизу, где там вы можете заручиться некой взаимопомощью. Там вы можете получать обратную связь от нас, там от наших кураторов. Но, если у вас пока нет желания приходить к нам в клуб, пока вы хотите все сами, то я вам сейчас крайне рекомендую уже даже на этапе знакомиться с людьми, которые также, какие вы вовлечены. Для чего? Вы кому-то можете подобрать теги, а этот кто-то может вам бартером нарисовать обложки. И вот такая взаимовыручка, она очень и очень помогает на начальных этапах. Потому что у меня сейчас как работает? То есть, я бывает так, что я делаю аудит сайта и вместо этого мне там дают бартером что-то. Понимаете? То есть, вот я, то есть, у меня нет денег, чтобы заплатить, но я могу сделать что-то, что будет полезно тому, кто мне может сделать что-то. И поэтому этот вариант самый жизненный и он самый дееспособный. Рефлексия. Я думаю, что вы узнали сегодня, что лучше всего искать помощников даже на том этапе, когда вы о них еще не задумываетесь. Ищите тех, вот сразу выявите у себя слабые места. Допустим, вам не нравится рисовать обложки. Либо вы очень тяжело генерируете контент-план. Тогда вы ищете тех и вместо денег предлагаете им по бартеру свои там услуги. Это очень хорошо работает. Такой нетворкинг. Я запомнил, я думаю, что вы запомнили одну простую истину, да, что когда вы будете расти, а вы будете расти, то люди, которым вы сможете делегировать рутинные задачи, либо те моменты, которыми вы не можете сейчас заниматься, они вам понадобятся. И рассчитывать на то, что вы такой весит в белом пальто, придете на фриланс и там к вам набегут люди, которые готовы вам помочь, это абсурдно. Вы можете пойти по принципу выбирать кто человек, потом, то есть, но запомните, чтобы выбрать 100 человек, я же даю каждому задание и оплачиваю это задание, потому что на фрилансе по-другому никак. Дали, оплатили, сделали, получили. То есть и в этом случае вы уже должны искать, я думаю, что вы запомнили, да, вы должны искать себе помощника в начале вашего пути. Самостоятельная работа, домашняя работа. Что вам необходимо сделать после просмотра этого урока? Первое. Пойдите на сайт хэдхантера, то есть, визуализируйте. Представьте, что у вас стрельнуло, ну, канал стрельнул, к вам пришел рекламодатель и говорит, я хочу заплатить вам за рекламу, но при условии, что вы через месяц удвоите свою аудиторию. И вам необходимо расшириться, масштабироваться. Один вы не подтянете. Попробуйте зайти на сайты, там, не знаю, работа.ру, там, хэдхантеру, жопру и поискать себе сотрудников. Второе. Перейдите на фриланс и попробуйте дать какие-то задачи на фрилансе. Все это мы обсуждаем в клубе Сто по Сто, там есть реальные задания. Перейти, там, на фриланс, менять человека, попробовать себя, там, сделать заказ, либо получить заказ, да. И третье, вот третье, да. Попробуйте на ютуб каналах, где люди обсуждают ютуб, создание каналов, законнектиться, сделать нетворкинг и у вас все получится. Пара-бара-бам. 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 Пара-бам. Пара-бам. Продолжение следует...